Современное образование имеет огромное множество педагогических технологий. Найти интересный и увлекательный для детей метод непросто. В этом и заключается профессионализм учителя. За звание лучшего в этом году соревнуются семь педагогов. Когда я объясняю тему учащимся, им всё достаточно понятно. Как только начинают читать учебник, сразу мне говорят, ничего не понятно, неинтересно, написано какими-то сложными, трудными словами. Первым этапом конкурса была презентация, на которой участники рассказывали о своих талантах. Второй этап – мастер-класс, на котором учитель проявлял себя как профессионал. В роли учеников выступили коллеги. Строгая жюри, состоящая из работников сферы образования, оценивали методики. Внедрение своих новых принципов обучения только плюс преподавателю. В рамках конкурса «Педагог года» учителя демонстрируют весь арсенал своих умений и компетенций. А в рамках конкурса «Школа мастерства» показывают конкретную, заранее выбранную технологию. В арсенале преподавателей – игровые, проектные и логические методики. Зрители для себя также могут почерпнуть много интересных и полезных способов обучения. Для некоторых педагогов участие в этом конкурсе – путь к профессиональному росту. Попробовать, конечно же, свои силы. Смогу ли я вступить на лестницу выше и показать мастерство всем педагогам нашего города. Ну и, конечно, доказать саму себе, могу ли я участвовать в таком конкурсе. Жюри выделило трёх победителей «Школы мастерства». Ими оказались Марина Емелина – музыкальный руководитель детского сада номер 35, Анастасия Латынцева – учитель биологии гимназии номер 29 и Наталья Казакова – учитель детского сада номер 21. Анна Клыга, Надежда Якушенко, Анатолий Молчанов, Телемикс.